МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Минисельхозе разработали карту замещения перерабатывающих предприятий. Благодаря ей в стране планируют увеличить загрузку свыше 400 агроформирований. В частности, им выдадут кредиты на пополнение оборотных средств. Кроме того, планируется модернизировать 80 действующих заводов и построить 79 новых. Подробно о карте в правительстве рассказал министр сельского хозяйства Оскар Марзахметов. Сегодня определены 9 приоритетных видов переработки молока, мяса, шкур, шерсти, масличных и зерновых культур, плодов и овощей, сахарной свеклы и картофеля. По подсчетам министерства, на реализацию карты понадобится чуть более 112 миллиардов тенге. Реализация карты позволит увеличить валовое производство продукции переработки с 1,9 до 3 триллионов тенге и дополнительно создать более 7 тысяч рабочих мест. При этом общая сумма налогового отчисления за период реализации карты дополнительно составит 171 миллиардов тенге. По итогам первых шести месяцев 2017 года чистый инвестиционный доход, распределенный на счета вкладчиков, составил 206 миллиардов тенге. В фонде подчеркнули, что инвестиционный доход по пенсионным активам зависит от ситуации на финансовых рынках и стоимости финансовых инструментах, в которые Национальным банком Республики Казахстан были инвестированы пенсионные активы. А для того, чтобы обеспечить сбалансированный уровень доходности в долгосрочной перспективе, Национальный банк в своей инвестиционной стратегии придерживается концепции диверсифицированного инвестиционного портфеля, который состоит из различных финансовых инструментов. Всего по состоянию на 1 июля 2017 года пенсионные активы ЕНПФ без участия денег на счетах пенсионных взносов и выплат составили 7 триллионов 139 миллиардов тенге, что на 459 миллиардов больше, чем на начало этого года, когда этот показатель был 6 триллионов 680 миллиардов 140 миллионов тенге. При этом средневзвешенная доходность к погашению долговых финансовых инструментов находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ по состоянию на 1 июля текущего года составила 8% годовых. На сегодняшний день основную долю в портфеле 42% составляет государственные ценные бумаги Республики Казахстан, текущая стоимость которых за июнь 2017 года увеличилась на 126,5 миллиардов тенге и составила 3 триллиона 29 миллиардов. Предприниматели Восточно-Казахстанской области активно вкладывают средства в строительство дошкольных учреждений. На днях в рамках государственно-частного партнерства в приграничном селе Монрак Тарбогатайского района открылся новый детский сад на 100 мест. Одноэтажное здание оснащено необходимым оборудованием и ничем не уступает городским учреждениям. Сейчас у нас нет очередей в дошкольные учреждения. В ближайшее время мы планируем построить еще пять детских садов. Предприниматели за свой счет возводят здания, а государство оплачивает заработную плату и все коммунальные услуги. Закон, предусматривающий право авиакомпании отказываться от бесплатного провоза багажа при невозвратных тарифах, позволит снизить стоимость билетов. При этом пассажирам не запрещается брать на борт вещи небольшого размера, предварительно поместив их в ручную кладь. Законопроект за исключение из тарифа на воздушную перевозку расходов на перевозку багажа при его отсутствии был одобрен Советом Федерации на пленарном заседании. Вместе с тем принятие закона проекта вызвало бурные дебаты. В частности, определенные его позиции раскритиковала Валентина Матвиенко. Днем ранее Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал отклонить данный закон. Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов заявил о том, что принятые меры позволят снизить цену ряда билетов на 10-20%. Этот закон дает право гражданам, вот командировочный летит, или просто на два дня без багажа купить дешевле билет. Но никто из нас возражать не будет, сегодня такого права нет. С багажом ли он без багажа, стоимость провозки багажа включается в каждый билет. Смысл этого закона, что человек, который летит без багажа, имеет право купить билет с другой опцией дешевле. Вот смысл этого закона. Медицинский туризм укрепляет позиции в Беларуси. Только на лечении онкологических заболеваний каждый год в страну приезжает более 2000 пациентов. За первые полгода центр в Боровлянах на экспорте медицинских услуг заработал 2,5 миллиона долларов. Ранее эта цифра в среднем составляла 3 миллиона за весь год. Рост связывает в первую очередь с появлением молекулярно-генетической лаборатории, канцерогеноза и центра позитронной эмиссионной томографии. На лечение и диагностику приезжают в основном из России. Лечение онкологии – задача номер один сегодня не только для белорусских медиков. Делегация во главе с министром здравоохранения Татарстана накануне посетила центр в Боровлянах. Здесь ждут еще больше пациентов из этой страны. Белорусские специалисты готовы и дальше обмениваться опытом борьбы с онкологией со своими коллегами. Договорились также о совместных научных исследованиях. У нас в среднем от 30 до 50 пациентов постоянно находятся. В день примерно 20 пациентов из России у нас. 20 пациентов. И по нарастающей. И если там говорят о каком-то снижении пациентов, меньше стали ехать, то у нас наоборот больше становится. Более 50 экипажей из 15 стран. Беларусь в следующем году впервые примет чемпионат мира по вертолетному спорту. Событие обещает быть зрелищным, но требует серьезной технической подготовки и соответствующей площадки. Есть-то нет модернизированный аэродром Липки, который находится в полутора километрах от Минской кольцевой. Здесь появились вертолетные площадки, современная взлетно-посадочная полоса, база для подготовки спортсменов и военных летчиков, а также отапливаемый гараж для воздушных судов. В прошлом Липки, военный аэродром. Сейчас здесь базируются МЧС и ДСАФ. В перспективе он полностью заменит Минский аэродром Боровай и даже сможет при необходимости принимать гражданские самолеты, переняв на себя часть функций закрытого аэропорта Минск-1. Строительные работы здесь велись в течение двух лет. Аэродром постепенно вводят в эксплуатацию. В полную силу он заработает к концу года. Аэродром сейчас соответствует полностью для полета в днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях. Равных ему не будет в Европе по выполняемым полетам и по той инфраструктуре, которая здесь сложна. Мы собрали в одно здание, как вы заметили, все. То есть не надо много ходить по территории. Президент Дональд Трамп поздравил республиканцев с важной победой после того, как американский Сенат проголосовал за начало прений по вопросу реформы медицинского страхования. Победа была вырвана с преимуществом лишь в один голос. За проголосовал 51 сенатор из 100. Трамп обещает создать систему страхования менее обременительной для бюджета и граждан, чем нынешняя, введенная его предшественником Барака Обамой. Но по оценке демократов, отмена обамокер может лишить медицинской страховки более 20 миллионов американцев. Голосование в Сенате вновь сопровождалось протестами противников отмены действующего закона. Со ступенек Капитолия демократы призвали продолжить работу. Я хочу поблагодарить некоторых сенаторов и республиканцев, которые были просто потрясающи, и особенно приехавшего сюда Джона Маккейна. У нас будет великолепная система медицинского страхования. Это начало конца катастрофы, именуемой Обамакер. Американская компания Michael Kors покупает британского производителя обуви и аксессуаров класса люкс Джимми Чу за 896 миллионов фунтов стерлингов, то есть 1 миллиард евро. Michael Kors заплатит наличными по 2 фунта 30 пенцев за акцию Джимми Чу. Покупка одобрена советами директоров обеих компаний. Сделка должна быть завершена в четвертом квартале текущего года. Табу мой бренд, прославленный в сериале «Секс в большом городе» и благодаря хвалебным отзывам принцессы Диана, был выставлен на продажу в апреле этого года, так как его основной владелец решил покинуть сектор товаров класса люкс, чтобы переключиться на производство продуктов питания и кофе. По мнению специалистов, для Michael Kors покупка Джимми Чу – это возможность диверсифицировать бизнес в условиях замедления роста рынка женских сумок, на которых до сих пор специализировалась компания. Джимми Чу основан в 1996 году бизнесменом Джимми Чу и бывшим редактором британского журнала Vogue Тамарой Меллон. В 2001 году бизнесмен продал свою долю компании за 10 миллионов фунтов, и с тех пор бренд несколько раз менял владельцев. Michael Kors – американский бренд одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров, основанной в 1981 году. До Олимпийских игр в Токио осталось три года. Столица страны восходящего солнца официально объявила обратный отсчет времени до старта игр. В то же время организаторы приняли решение сократить бюджет на 400 миллионов долларов, на 2,5% от первоначальной суммы. По словам вице-президента Международного Олимпийского комитета Джона Коутса, это важно не только для страны, но и для Международного Олимпийского комитета. К Олимпиаде планируется построить около 40 временных объектов, 13 из которых будут расположены в соседних префектурах. Эти игры станут первой летней Олимпиадой в Японии с 1964 года. Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в период с 24 июля по 6 сентября 2020 года. Три года для кого-то могут тянуться долго, а для кого-то пролететь быстро. Но мы все объединились здесь, чтобы отпраздновать трехлетие до Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио. Квартальные результаты Альфабет материнской компании Google превзошли прогнозы, при том, что в отчетность был включен штраф Еврокомиссии в 2,5 миллиарда евро. Руководство компании ранее заявило, что выплатит штраф за нарушение антимонопольного законодательства и лишь затем оспорит его в судебном порядке. Как бы то ни было, совокупная квартальная выручка Альфабет составила 26 миллиардов долларов, показав рост на 21% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Чистая прибыль составила 3,5 миллиарда долларов, сократившись из-за штрафа Еврокомиссии на 28% в годовом выражении. Локомотивами роста выступили мобильный поиск и YouTube с его полутора миллиардами ежемесячных пользователей. Продолжение следует...